Всем добрый день! Добро пожаловать на наш канал! Приехали в джип-центр. У нас снова поменялся оператор. И мы узнали, что мы очень близко живем от центра. Сейчас машину отогнал муж домой и пешком придет. Посмотрите, какая красота вокруг. Вот в таком центре мы живем. Здесь детская прощадка. Большой кинотеатр. Здесь также очень много кафе и ресторанов. Сегодня рабочий день, поэтому тишина. Вот она платная стоянка многоэтажная. Но там парковка стоит полтора-два евро час. Мы решили сэкономить на парковке. Здесь видите лавочки. Можно позагорать. Всё. Отпросился. Побежал. Иди. Окей. Блин, так здорово. Сегодня еще такая жарище на улице. Прям жарище. Здесь рядом есть очень много детских садов. Но вот надо будет завтра наутро идти, потому что садики восстанут до обеда. Ну все, мое чудо уже побежало на детскую площадку. Мы еще, конечно, очень много здесь чего не знаем. Вот здесь большое-пребольшое. Это арена там, где, я не знаю, или хоккей, или футбол. Знаю, что это стадион. Еще пока там не были, не знаю. Ну вообще круто, конечно. Просто супер. Вот такой у нас центр. А вот как раз парк класс, куда мы постоянно ездим. Надо же. Сейчас вот муж пойдет пешком. Классно? Да. А то у нас ребенок запертил, уже дуреет. А здесь в Германии шуметь-то нельзя. Особенно дома. Ну поэтому сейчас, кстати, еще же каникулы. Еще неделя осталась. В основном все уехали в отпуск. Ну вот те, кто дома. Проводят время на детских площадках. Штаб! Штаб! Пока здесь гуляли. Какое здесь количество. Это фундук. Самый настоящий фундук. Посмотрите, вот сколько здесь. Ужас. Просто усыпано. Все. Все в орехах. Ужас. Ужас. Сколько. Кошмар. Как я люблю гулять пешком. Ты на машине едешь, ничего не поснимаешь. Ничего не рассмотришь. Смотрите, какие ягодки. И строится дом. Вообще Гоморсбах очень сильно. Я была здесь 20 лет назад. В 2003 году в гостях. Именно в Гоморсбахе, кстати, мы жили с папой месяц. Мы приезжали в отпуск. Еще тогда мои бабушка с дедушкой здесь жили. Ну, в смысле, они не здесь жили. Их привезли на месяц. Они жили в городе Хали на Востоке. Здесь жил мой дядя. И вообще все мои родственники живут здесь. Вот видите, все строится, строится. Очень много новостроек. Очень много наших казахстанцев здесь строят дома. Именно вот такие дома на съем. Уже как бизнес. Вообще красиво, конечно. Очень красиво. Сейчас современные квартиры. Проекты шикарные. Мы были у моей сестры дома. И как тетя, конечно, построилась 20 с лишним лет назад. И сестра сейчас. Очень большая разница. Потому что все меняется. Вот. Приехали мы в китайский ресторан. Хух. Дошли, точнее. Сейчас попробую. Говорят, самое лучшее в Гоморсбахе. Все. Теперь нам нужно до трех часов быстренько покушать. Конечно же, китайский ресторан в Германии это самый бюджетный вариант обеда. Потому что, особенно в обеденное время, ценник очень низкий. Например, сегодня 11 евро за человек. Это очень дешево. Но и здесь, конечно же, можно 100% накормить ребенка. Потому что здесь настолько много разных блюд. Он очень нас любит ходить в этот ресторан. Поэтому, что делать? Все ради детей. Здесь, конечно, ассортимент очень большой. Очень хороший. Мы здесь в первый раз. Но, думаю, что точно не в последний. Ну вот, все. Быстро пообедали. Буквально перед закрытием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красота. На улицу вышли, а здесь прям жарище! Опять плюс 22. Ну вот, вышли из китайского ресторана, а здесь очень даже неплохой диванчик, стульчики очень плохие. Вот так в джок-центре нам скажут, сходите на шроты и наберете себе мебели. А все просят нам, почему нельзя. Здесь же недалеко и Лидл. И мой любимый рейвы. Не знаю почему, но мне больше нравится магазин, как раз такие рейвы. Вон он, чуть-чуть дальше. Здесь еще есть большие прям рейвы. Сегодня мы съездим туда. Мне нужно цветы купить на балкон. Вот уже магазин рейвы. О, и тут же отлет. Ух ты! Кто поел в китайском ресторане? Теперь пешком. По лесу. Мы снова живем возле леса. Как настроение? Вот сколько нам идти. И вот это мы уже пошли. Фух. Все, идем дальше. Вот это мы поселились. Прям в лесу. Классно. Фух. Ну что? Кто молодец? Молодцы. Ох, вот это вот мы дали. Идем пешком домой. Вот оттуда. Ой, капец. Даже не видно. Вот оттуда. Вот это мы поднялись. Смотрите, какая красота. Готовим грибочки в духовке. Для этого нам понадобится вот такая форма. У меня одноразовая. Вы можете многоразовую взять. И я купила вот такие шикарные польские грибы. Сейчас мы их нарежем. И сделаем отдельно маринад. Это безумно вкусно. И главное, не очень калорийно. Итак, моем грибы. Для приготовления соуса. Вот мои грибочки уже помытые, красивые. Для приготовления соуса нам понадобится, конечно же, соевый соус. Масло. У меня рапсовое масло. Можно взять подсолнечное, оливковое. Какое вы любите. Любое. Чеснок. Это у меня сушеный лук. Куркума. Паприка. Белый перец. Можно взять черный перец. Просто белый не такой острый. Это гранулированный бульон. Вообще обалденная вещь. Если у вас есть, то, я не знаю, любую приправу, какую вы любите. Универсальную можно взять. Это соль. Обычная, ядированная, мелкая. Все. Теперь готовим соус. Все это смешиваем. И потом перемешиваем с нашими грибочками. 3 столовые ложки масла. 1 столовую ложку соевого соуса. Даже можно чуть-чуть побольше. Теперь кукума. Кукума не очень много. Какой цвет красивый получается. Теперь паприка. Паприки можно побольше. Белый перец. Вот посмотрите какие гранулы. Вообще мне так она нравится. Она такая вкусная. Много. Ну ладно. Все. Тогда соль я вообще не добавляю. Иначе будет соленая. Теперь немножко зелени. зелень. И самое главное, конечно же, это чеснок. Чеснок пропускаем через пресс. Можно мелко нарезать. Как вам угодно. Чеснок. Чеснока лучше не жалеть. Потому что вкус обалденный получается. Теперь все это перемешиваем. Соль. Можно еще добавить. Соль ложечку масла. Вообще масла. Ну я не знаю. Подсолнечное. Лучше, конечно, столько много не добавлять. Рапсовая. Она просто не настолько жирная. Поэтому я смело добавляю. Так. Теперь. Берем вот такую большую чашку. И. Я режу грибочки крупные на 4 части. И. Пер Nadин всего, но если это. Ф castелание. Конечно. и теперь мы добавляем соус перемешиваем уже красиво получается сейчас они поджарятся этот чесночок даст свой запах это так вкусно вы даже себе представить не можете все теперь ставим в духовку желательно конечно чтобы она была заранее разогрета до 180 градусов если у вас есть гриль то еще лучше вот такая вкуснятина получается ну что ждем готовый результат вот так они у нас ужарились очень много жидкости конечно но она кстати она очень вкусная смотрите красота и вкуснота еще вот такая . у нас что приятного аппетита но и на этом мы закончим наш блог очень много сегодня и погуляли по центру и посмотрели вот такие закупки я сделал такую красоту я сегодня купила подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии всем пока